здравствуйте сегодня 6 декабря 2016 года канал арт подготовка программа периферийное зрение меня зовут сергей окунев всех рад приветствовать после достаточно долгой паузы за эту вот просьба дней прошло немного с нашей последней встречи с нашего последнего эфира до с пятницы всего ничего а в общем-то за эти дни уже очень многое произошло как в общем-то в жизни нашей страны нашего города до городов в которых мы живем в которых мы очень-то живем да так в общем-то в нашем движении большая часть программа на сегодня будет по традиции посвящена новостям новостям которые в том числе присылаете вы но вступить наверное такое вступление я хотел бы начать рассказав о том в общем то чем мы занимались на выходных да и под словом мы я предразумеваю вас тоже в том числе наши уважаемые зрители в частности началось у нас все в субботу с народного схода на в днх да очень много об этом писали много об этом говорили что в общем то уже говорит о том что сход свою такую информационную задачу выполнил да то есть во первых давайте сразу по количеству народа сразу несколько таких скажем так мифов до мифов и ну где-то это мифы где-то это просто откровенная ложь да то есть людей которые хотят на этом спекулировать поэтому я хочу несколько мифов и откровенные лжи разоблачить первое на митинге было не 50 человек как нам говорят на митинге было по значит моему подсчету 156 человек то есть в три раза больше чем написали там некоторые средства массовой информации и чем пишут вот некоторые наши любимые тролли 156 человек было ну по крайней мере вот когда я туда пришел да то есть понятно что есть еще люди которые подходят отходят их я не считаю только активно в общем-то активная аудитория было 156 человек это первое второе действительно были провокаторы были провокаторы из нода причем вот я к сожалению фотографии не взял не был технической возможности взять но это надо видеть да какие лица то есть я думаю что когда вы приходите в нот но вы-то не приходите когда вот эти нечто приходит в нот у них видимо там какой-то фейс-контроль то есть там недостаточно любить путина там недостаточно делать куда фиг для рукожена нужно еще и выглядеть как абсолютный дегенерат то есть вот нужно чего я точно никогда не опускался так это обсуждение внешности людей но потому что как бы я знаю множество людей которые выглядят может быть не самая интеллектуальная их внешность да но это умнейшие люди но когда стоят там 7-10 человек и все они выглядят как нодовцы понимаете от напротив слова нодовцы в словаре там далее должна быть фотографии вот этой толпы которые туда пришла толпа абсолютно спокойно себя вела то есть это не какие-то там либеральные митинги там никто нас яйцами закидывать даже не думал даже разговоров таких не было к нам никто даже не подходил то есть эти нодовцы одна из них женщина встала с плакатом скромненько достаточно далеко от нас с плакатом посвященном вячеславовичу мальцеву и в общем-то юригорскому да то есть национал предатели эти как их бендеровцы гей-ропа там это я кстати прямо прямые цитаты из этого плаката то есть понимаете они даже не понимают что их троллят то есть они даже используют те же самые слова которыми их троллят но хотя бы какие-то другие придумываете я не знаю но чтобы это хотя бы не так как-то абсурдно что ли выглядело да то есть такое ощущение что нодовцы троллят сами себя то есть я уж думаю ну кто выйдет из путинцев с плакатами гей-ропа но уже все троллит троллят этой фразы гей-ропа да но все уже троллит этим путин помоги и они продолжают выходить гей-ропа и путин помоги до жиды бандеровцы все это было тоже естественно национал предатели значит эти англо-саксы пятая колонна все очень по списку то есть инструкция вот как руководство к действию рядового нодовца да она действует и действует очень эффективно но как им кажется стала вот эта женщина значит с пикетом и одна из фраз на в общем-то этом плакате была следующая горский и мальцев после выборов спрятались бросили что-то там свой народ на произвол судьбы какая-то такая фраза непонятно куда спрятались горский и мальцев мы вот ездили в питер это дальше будет у нас по плану да в общем-то участвовали в этом сходе сейчас я дальше об этом скажу тоже один из мифов который появился ну в общем-то никуда не прятались 11 числа декабря у нас будет митинг тоже об этом сейчас скажу много чем сейчас расскажу вот поэтому никуда естественно никто не спрятался немножко забегая вперед в общем-то и числа очень пришел на митинг это я отвечаю на сход народный отвечаю на разобщенное мнение что мальцев там кого-то бросил и чё-то там побоялся не пришел мальцев никого не бросал мальцев пришел с опозданием да он сам об этом сказал видео есть где в общем то он объясняет почему опоздал однако поучаствовал в этом сходе да то есть в общем-то слово какое-то свое я сказал с людьми, пообщался, кто там был, в общем-то, не даст соврать, ну и сложно соврать, когда там десятки телекамер и десятки каких-то гаджетов, телефонов, айфонов, смартфонов, все это дело снимают. То есть Мальцев, естественно, на сходе был, это легко проверить. Это значит ответ на второй вопрос, почему не было Мальцева. Мальцева был. И когда пришел Вячеслав Ильич Лаврович, я говорю, Вячеслав Ильич, а вот там женщина, она вот рассказывает, что вы спрятались куда-то с Горским, ну или отдельно там, но тем не менее, спрятались. И я этой женщине говорю, а куда вот вы, она отходит, она это слышит и куда-то отходит туда, дальше от нас. Я говорю, а куда же вы убегаете? Вот Вячеслав Ильич Лаврович, говорит, он спрятался, куда же он спрятался? Она говорит, я не говорила, что он спрятался, я там что-то про каких-то национал-предателей говорила. Я говорю, ну а же на плакате было написано, что Мальцев спрятался. Она говорит, ну у меня там, у меня там, у меня там был, то есть она начала просто вот фигню какую-то, если она не сказала, что нет, у меня там не было этого, она начала нести какую-то пургу. Я говорю, давайте я вам на фотографии покажу, что у вас была надпись, что Мальцев-Игорский спрятался. Она там опять начала нести какую-то пургу. Я говорю, ну давайте, я вам покажу на фотографии, что написано Мальцев-Игорский спрятался, а вы съедаете свою георгиевскую ленточку, которая у вас на груди. Но это на самом деле очень смешно было. Я говорю, я редко себя хвалю, но вот это прям я в тему вставил эту фразу. Есть видео, надо обязательно вырезать этот кусок, где я заставляю Нодовку съедать свою георгиевскую ленточку. Это очень круто было, мне понравилось. Мальцев был, я подтверждаю, очень хорошо. Вот видите, не соврал, но было бы, наверное, сложно в данном случае соврать. И женщина эта Нодовка развернула свой плакат, чтобы показать, что у нее там этой фразы нет. Причем, если вы посмотрите, у нее в сумке, опять же, есть видео, у нее в сумке несколько плакатов. Она смотрит, на каком из плакатов, что написано, и достает тот, на котором действительно, видимо, этой фразы нет. Не знаю, я не видел. В итоге подошли полицейские и ее задержали. И получается парадоксальная ситуация, что Нодовцы, которые пришли провоцировать нас, чтобы нас задержали, стали жертвой моей провокации. Потому что, в общем-то, из-за моей провокации я эту женщину спровоцировал, и ее задержали полицейские. И, знаете, парадоксальная ситуация, что мне, в общем-то, за нее обидно. Вот, как бы, такая уникальная ситуация, да. То есть, казалось бы, это Нодовцы, естественно, мы их все не любим и так далее. Но мне за нее отчасти обидно, потому что это, ну, так не бывает. Если мы требуем, что люди должны мирно и без оружия собираться любые, и, как бы, мы говорим, что вот нам запрещают выходить, а Нодовцев забирают, и мы там под улюлюканье им хлопаем. Я тоже хлопал, когда там полицейские начали забирать, им начали кричать «Молодцы!» этих Нодовцев начали арестовывать. Мы кричали «Молодцы!», аплодировали. Конечно, на эмоциях мне это показалось забавным и веселым. Но сейчас я понимаю, что это, наверное, неправильно, да. То есть, конечно, Нодовцев я бы защищать не стал по одной простой причине, потому что Нодовцы не стали бы защищать меня. Но мне как-то не по себе, что эту женщину забрали. Естественно, я не думаю, что ее оштрафовали. А если оштрафовали, там, партия ей все оплатит. Ну, конечно, ей не оштрафовали, это понятно, потому что это совершенно очевидно про кремлевское движение. Там, я думаю, один звонок в эту УВД или даже никакого звонка. Просто там по внешнему виду можно все понять, да. Плакаты «Путин, помоги, Путин наш царь» и так далее. В общем, про душевных больных мы заканчиваем на этом разговоре. Но вот я, да, лайк за провокацию. Но я говорю мне, я считаю это неправильным. Я считаю, что если люди должны собираться, то они должны собираться любые, да, то есть в любом виде. Если люди хотят собираться против Мальцева, они должны собираться против Мальцева. Если они хотят собираться против Окунева, они должны собираться против Окунева. Конечно, должны быть определенные границы, да. То есть когда люди собираются и там, я не знаю, какие-то оскорбительные лозунги, там, матом или что-то еще, конечно, это неправильно, потому что есть прохожие, есть люди, да. То есть это неверно, а в остальном мирно и цивилизованно, вот слово правильно хотел сказать, культурно, культурно это относительное понятие, цивилизованно протест, свое возмущение, недовольство или наоборот довольство должны, в общем-то, высказывать. Что касается ВДНХ, да, и плюс еще, значит, были задержания, к сожалению, трех человек задержали, тоже несколько мифов я по этому поводу расскажу. Первый человек, которого задержали, это Александр, наш, в общем-то, известный, да, в узких кругах товарищ. Нас тут уже 630 человек против Окунева собралось, а почему? Чем мне не понравился? Зря, не нужно, со мной точно не нужно воевать, просто потому что это не имеет смысла. Напишите мне интересно, почему 630, почему такое четкое число, почему не 600, почему не 500. Так вот, задержали Александра, да, то есть, насколько нам известно, да, он не очень корректно себя вел, то есть его задержали по формальной причине, то есть формальная причина, конечно, была мелкое хулиганство, к сожалению, это так. Опять же, насколько, насколько это правильно, там, в общем-то, с законной точки зрения правильно, насколько это правильно с моральной точки зрения, ну, не знаю, это вопрос открытый, да, то есть человека задержали по формальной причине. Какого-то прям вопиющего беспредела я в этом не видел, но это вот мое мнение, может быть, оно будет непопулярно. Я бы с удовольствием сказал, что менты, негодяи, козлы, уроды, вот как же так и так далее. Ну, ну, не знаю, надо прилично себя вести, да, если вы ведете себя прилично и вас задерживают, то тогда менты, уроды, негодяи и козлы, а как бы если вы ведете себя неприлично, ну, значит, надо определенной ответственности на себя за это брать. Это первое. Юрия Горского задержали, да, то есть полицейские сочли там некоторые его высказывания как лозунги, скандирование, да, скандирование – это форма наглядной агитации, присутствия наглядной агитации, это формат публичного мероприятия. На него возбудили административное дело по статье 20. Кстати, я хочу сказать, что Юрий повел себя абсолютно корректно, в плане того, что его там начали таскать за руки, там что-то пытаться его куда-то утащить. Он сказал, что я сам пойду, то есть он, в общем, достойно дошел, его там не тащили по асфальту, там, я не знаю, не били дубинками, то есть в этом плане я ему могу, в общем-то, респект отдельный, да, высказать совершенно себя корректно, повел как мужчина, достойно, вот. Вот, на него возбудили статью 20.2, часть, я так понимаю, пятую, да, этой статьи, это нарушение правил участия в публичных мероприятиях. Вот тут у меня сразу, забегая вперед, есть очень много вопросов. Первое, поясню, я был участником четырех административных производств по статье 20.2, в одном из которых я являлся, в общем-то, лицом, в отношении которого возбуждено административное производство, поэтому я знаю, о чем, в общем-то, идет речь, да, это там, в 2013 году на меня возбуждали точно такую же статью. И, в общем-то, я был признан виновным, да, хотя это неправильная формулировка, но не суть. Я был признан виновным, и там в тот момент, в 2013 год, прекрасные были времена, судья сказал, что поскольку я ранее не был привлечен к ответственности по данной статье, поскольку я положительно характеризуюсь на работе, на бывшем месте учебы, поскольку, в общем-то, я корректно и грамотно себя веду, поэтому суд посчитал необходимым привлечь меня максимально на тот момент к большому штрафу в размере 10 тысяч рублей. Это я сейчас процитировал абсолютно полностью, то есть они глумились, издевались, и совершенно вещь, которая не смешна, и абсолютно, вот этот человек, который меня осудил по этой статье, совершенно надуманно, совершенно незаконно, в 2013 году этот судья, он заболел, заболел очень тяжело, и, в общем-то, сейчас он, я так понимаю, находится в Москве, был ранее в Саратове, сейчас я не знаю, где он находится, вообще в живых ли он, я, конечно, ему желаю здоровья, каким бы он ни был негодяем, желать кому-то смерти из-за штрафа в 10 тысяч рублей, это очень низко, поэтому этот человек очень сильно заболел, и вот как вы думаете, я вам сразу подскажу, у него было воспаление, да, то есть злокачественное, как вы думаете, у судьи в каком месте может быть воспаление, ну, в смысле, я имею в виду части тела, органа какого-то, вот я вам загадку такую загадываю, то есть как у судьи, чем он может заболеть, да, то есть такая профессиональная травма, вот по-вашему, это нисколько не смешно, но очень знаково, вот я слово правильно скажу, очень знаково, вот угадайте, попробуйте угадать, в общем-то, на каком месте его тела произошла операция в дальнейшем, а я пока продолжу дальше, так вот, в отношении Егорского составили нарушение правил участия в публичном мероприятии, значит, если я, опять же, ничего не путаю, потому что я материалов дела не видел, материалов административного производства, так вот, и у меня возникает только один вопрос, публичного мероприятия не было, не было ни митинга, не было ни пикета, ни шествия, ничего, то есть если было, если был митинг, пикет, шествия и так далее, то нужно возбуждать дело на организаторов, за незаконную организацию публичного мероприятия, да, вот, мне интересно, я прервусь, подождите. Никто не угадал, язык, друзья мои, ему отрезали язык, это не шутка, это нисколько не смешно, я, еще раз говорю, я желаю этому человеку абсолютно искренне, абсолютно искренне здоровья, я надеюсь, что, насколько я понимаю, операция ему не помогла, но я надеюсь, что, в общем-то, он из этой ситуации выйдет, да, живым и, я надеюсь, относительно здоровым. А отрезали ему язык, судьи, я думаю, что более показательного места, в общем-то, придумать, наверное, нельзя, поэтому... Так вот, бывает. Карма, да, верно. Так вот, возвращаясь к Юрию Горскому, то есть, публичного мероприятия не было, с юридической точки зрения, однако, человек нарушил правила участия в публичном мероприятии, то есть, он участвовал в публичном мероприятии, которого не было. То есть, я обращаюсь к Юрию, в том числе, посредством этого видео, я знаю, что он наверняка найдет юристов, я в этом не сомневаюсь, которые ему помогут грамотно, в общем-то, представить свою позицию в суде, но я вот обращаю его внимание и ваше внимание всех на то, что публичного мероприятия не было, однако, он нарушил правила участия в публичном мероприятии, и на это нужно обращать внимание, да, то есть, я думаю, что это одна из, в общем-то, причин, по которым можно, ну, как минимум, создать много проблем, да, вот этим товарищам в суде, то есть, тянуть это дело до конца и стараться его, в общем-то, выигрывать, да, и я думаю, что есть все основания, либо его тянуть на максимум до сроков, до давности привлечения административного дела, да, к административной статье, но, в общем-то, есть шансы это дело выигрывать, но очень маленькие, скажем честно, то есть, с юридической точки зрения шансы огромные, с юридической точки зрения вообще он ничего не совершил, ничего не нарушал, но с точки зрения современной России, только, в общем-то, эксцесс-исполнителя, да, если вдруг какой-то судья окажется, которому не захочется в это ввязываться, и он, в общем-то, не признает Горского виновным, ну, будем следить за этим событием, и еще вот очень много было мифов и легенд касательно третьего задержанного на ВДНХ, уже рассказали о том, что это был какой-то сторонник Мальцева, которого Мальцев бросил и что-то еще подобное, я слышал, кстати, сразу несколько версий, их где-то распространяют активно, какие-то видео прикладывают доказательства, полный бред, совершенно, в общем-то, официально вам заявляю, да, как живой свидетель этих событий, то, что этот мужчина вообще не участвовал в публичном мероприятии, то есть это прохожий, который увидел, что происходят какие-то задержания, я так понимаю, подошел к полицейскому и что-то нелицеприятное, вероятно, матом ему сказал, в общем-то, просто из-за такого знака протеста, скажем так, да, еще раз, он не был участником этого публичного мероприятия, это точно, он вообще шел мимо, это был какой-то дедушка, ну, не дедушка, взрослый мужчина, да, там, наверное, 60, может быть, 65 лет, вот, причем мы, когда его ввели, тащили, вернее, да, в автозак, мы ему кричали, чтобы он сказал свою фамилию, чтобы мы могли его как-то, то есть мы его, естественно, не хотели бросать, чтобы он сказал свою фамилию, чтобы мы могли ехать в УВД и его оттуда доставать, в общем-то, на что он отказался, очень мягко говоря, да, то есть обозвал нас всех матом, то есть это такой был ультра-анархист, там, ментов обматерил, нас обматерил, всех обматерил, но, насколько я понимаю, он на свободе, я так понимаю, что даже ничего не приписали, Его просто там помурыжили немножко и отпустили, даже без какого-то штрафа. Ну, это я еще раз, значит, по мифу, что там какого-то задержали сторонника Мальцева, которого Мальцев бросил, и этот сторонник, когда его волокли за ноги, кричал «Слава, помоги!», а Слава отвернулся, плюнув в него предварительно, нет, ничего подобного не было. Вот. Заканчиваем, в общем-то, разговор по ВДНХ, мое личное мнение. Во-первых, я там, кстати, речь сказал какую-то, вроде неплохую, так, ну, мне, по крайней мере, она показалась неплохой. Напишите, кстати, если кто-то смотрел, как вам моя речь. Не в плане того, что хвалите меня, а в плане того, что просто интересно, подчеркнули ли вы что-нибудь интересное из этих слов. Я постарался сказать то, о чем не сказал вообще никто, потому что выходили люди, я не хочу кого-то обидеть, да, выходили люди, и все говорили об одном и том же. То есть я один вышел, сказал, скорее, хорошую, правильную, вопросов нет, второй вышел, повторил то же самое, но другими словами. А я вот старался выйти и сказать о чем-то вообще, о другом, о чем не говорил никто, но мне кажется, что у меня это удалось, да. Не знаю, не хочу себя хвалить, опять скажете, что я тут зазнался. Заканчиваем тему с ВДНХ. Юрию Горскому желаю удачи в суде, надеюсь, что, в общем-то, он отсудится. Если нужна, кстати, моя какая-то помощь в качестве свидетелей, я с удовольствием прибуду в суд. Это, кстати, очень правильная позиция, то есть пригласить максимальное количество свидетелей, каждого допросить, чтобы он сказал, что он видел, да, вообще слышал ли он что-то, видел ли что-то. Это, кстати, очень правильная позиция, я бы так и поступил. Поэтому, Юрий, приглашай меня в суд, я с удовольствием прибуду и, в общем-то, конечно, слова поддержки в твою, в общем-то, в твою сторону скажу, да, поэтому с удовольствием подключись к этому процессу. Так, в Питер мы поехали на следующий уже день, когда, в общем-то, отгремел этот народный сход на ВДНХ, мы поехали в Питер, вернее, поехали мы с утра. Вот спрашивают, как мы ехали, ехали мы на Сапсане. На этот раз Сапсан не был заклеен изолентой. Если кто-то не знает, есть известная фотография, где такой скомканный нос Сапсана, который набит изолентой и сверху скотчем так обмотанный. Это ремонт Сапсана по-российски, тогда, хотя сказать по-русски, неправильно, по-россиянски, по-россиянски. Ремонт Сапсана по-россиянски. Мы ездили на нормальном Сапсане, нам очень понравилось, причем всем. То есть, это такой, как даже не то, что глоток воздуха, а такой призрак, такой очень отдаленный аромат цивилизации, вот так скажем. То есть, если, в общем-то, во всем мире вот эти поезда 10-15 лет назад ездили везде, то у нас вот хотя бы в двух направлениях теперь ездят более-менее адекватные поезда, где можно удобно, спокойно находиться. У нас очень много дискуссий на эту тему возникло, почему не запустить такой Сапсан, например, там, я не знаю, из Санкт-Петербурга куда-то там, в Новосибирске. Я понимаю, что в Волгоград это нерентабельно, с моей точки... В Владивосток, прошу прощения. В Владивосток нерентабельно, я понимаю, потому что половина пути он будет идти там, где вообще люди не живут, это для меня понятно. Но до Новосибирска, я думаю, он пользовался его огромной популярностью. Ну, не знаю, то есть вопрос, в общем-то, открытый. Да, понятно, почему это не хотят делать, хотя, с другой стороны, можно украсть такое количество денег, немыслимое. Если уж на этом питерском украли за 700 километров там бешеные деньги, то уж за тысячи километров этого Сапсана можно украсть еще больше денег, то есть не очень понятно, почему они этого не делают. В общем, нам понравился Сапсан, приехали мы быстро в Питер, в Питере была отличная погода в какой-то веке. Впервые в моей жизни я приехал в Питер и попал в хорошую погоду. Еще как-то вот что-то еще такое из обывательского, да, из житейского. Опустились в метро, и, в общем-то, для многих из тех, кто с нами приехал, но для меня это не стало откровением, потому что я был в Питере не так давно. А вот кто был в Питере давно, вот в частности, Вячеслав Шлач, очень давно был в Питере, ну, если не считать визит летний, да, нашей в качестве предвыборной кампании, стало открытием, откровением, скажем так, что в метро Питера раздвижные двери. То есть вот если в Москве вы подходите напрямую к перрону, подъезжает электричка, ну, то есть вагон, да, и вы в него садитесь и едете. Там этого нет, там такие, как в лифте, раздвижные двери с платформы. В общем, кто в Питере был, тот понимает, о чем или кто там живет, нас смотрит. Привет вам, Питер. Ну, вот, то есть это, во-первых, это очень неплохо нам всем показалось, потому что очень много плюсов. Во-первых, люди не падают на рельсы, это уже огромный плюс. А сейчас мы видим, и у нас сегодня в новостях тоже будет новость о том, что падают люди на рельсы и в огромном количестве. Это во-первых. Во-вторых, в общем-то, в случае пожара, не дай бог, я сейчас об этом говорим мы очень часто, да, вот эти задвижные двери не дают поддувать вету из-за тоннеля, да, то есть, ну, то есть есть много, с точки зрения правил, в общем-то, безопасности, это, наверное, правильно. Сколько стоит билет на Сапсан и сколько времени? Вот нам тут сказали, что мы мажоры, что мы там тратим какие-то баснословные деньги, куда-то ездим, но вот я поясняю, билет на Сапсан стоит 2600 рублей, на тот, на котором мы, или 2400, вот, могу ошибаться, 2400 или 2600, тот, на котором мы ездили. То есть, билет на обычный поезд, вот, на обыкновенный поезд стоил бы дороже, вот, парадокс, причем дороже, там, на 1000, по-моему, рублей, а на Сапсане дешевле. Ехать 3 часа 40 минут, если я не ошибаюсь, ну, почти 4 часа, там, 3.45, что ли, или 3.50, где-то так. То есть, еще и намного быстрее, чем на обычном поезде, поэтому мы ничего не лишкуем, да, не жируем, экономим, в общем-то, покатались на Сапсане за маленькие деньги. Причем, парадокс заключается в том, что, видимо, в Питер люди ездят часто, а из Питера вообще не возвращаются, судя по всему, все остаются в Питере. Знаете почему? Потому что Сапсан обратно из Санкт-Петербурга в Москву стоит 8000 рублей, 8000! То есть, это даже не в 2, не в 3, а в 4 раза дороже, чем билет туда. Безумные деньги, очень дорого. Естественно, обратно мы поехали на обычном поезде, за 8000 на Сапсане мы не поехали. Вот пишет, нормально вообще, я тоже считаю, отличные деньги. Ну, в смысле, я имею в виду, если туда, да, если 2600, 2400. А обратно, конечно, мы поехали на обычном поезде, сейчас об этом тоже расскажу, дойдем до этого. Питер нас встретил замечательно. Люди, как всегда, прекрасные. Люди в Питере вообще отдельные такие. Я имею в виду наших сторонников, да. Хорошо прогулялись, боялись, что замерзнем. Не замерзли вообще нисколько, по крайней мере, я. Нас встретили, в общем-то, как наши старые такие зрители, товарищи, друзья, так и люди, которые просто мимо проходили, спрашивали, а что происходит. Мы говорим, да давайте гулять с нами, давайте, в общем-то, общаться, разговаривать. Очень душевно, очень мне понравилось. Я прям вот до сих пор вот рассказываю, мне прям очень нравится. Я знаю, что Вячеслав Ивановичу тоже очень понравился, он скромничает об этом, не стал говорить, ну так уж прям распевать, да, но мне понравилось. Полицейские вообще никакого внимания к нам не привлекали, да, то есть ко мне единственное, что подошел полицейский и сказал, чтобы я не залазил там на возвышенность, которую я снимал. Но, наверное, в этом даже есть смысл, потому что залез я на нее скользкую, если бы там я убился, наверное, у него были проблемы. Поэтому никаких вопросов в данном случае нет, я тут же слез. Ну вот, людей было, значит, сколько народу было, нам там опять пишут, 30 человек пришло. Пришло 211 человек на гостиный двор, и до Авроры дошло порядка 100 человек, при условии, что мы прошли достаточно большое расстояние. Мне кажется, половина центра Питера мы прошли, но мне так кажется, я в Питере не живу. Вот, и было холодно, да, и, в общем-то, Вячеслав Иванович один, люди растянулись, поэтому часть народа отвалилась. Я думаю, 100 человек дошли до конца, это очень неплохо. Я, честно говоря, ожидал, что будет меньше, что дойдут там вообще единицы, самые стойкие. Очень неплохо. По зиме 200 с лишним человек, при условии, что, ну, давайте говорить честно, мы уж прям так не рекламировали. Там в каждом эфире по 10 раз об этом не говорили. Вот. Большое спасибо нашему товарищу из Санкт-Петербурга, который нам, в общем-то, финансово помог. Помог очень серьезно. Человек, как бы, и сам сказал, и я в этом не сомневаюсь, что все деньги заработал своим горбом. И я в этом не сомневаюсь, потому что те, кто не зарабатывают своим горбом, они, как правило, денег нам как раз не дают, да, нисколько, ни копейки. И как раз-таки забирают у нас эти деньги. У нас с вами, у всех. Поэтому огромное спасибо нашему товарищу из Питера. Прямо действительно очень сильно нам человек помог. И я думаю, что его помощь, в общем-то, поспособствует нашим дальнейшим поездкам по России, да, вот настолько он нам хорошо помог. Это прям действительно большое спасибо. И понятно, что у кого-то есть возможность помогать нам финансово, у кого-то нету, но в данном случае очень нас человек порадовал. Еще раз большое, огромное спасибо от нас всех, потому что, в общем-то, в Питер мы съездили. Я знаю, что люди нас ждут в других регионах. Я думаю, что мы, в общем-то, я думаю, съездим еще по другим регионам в самое ближайшее время. В том числе, благодаря этому человеку из Питера. Поэтому от всех нас большое спасибо, наверное, уже, в который я 10-й раз повторяю эту фразу. Вот. Были нодовцы, да, опять же, там какие-то у нас мифы были, что мы пошли бить нодовцев. Нодовцев мы не били, причем мы не знали о том, что там будут нодовцы. Причем мы идем по улице в Питере, и мне говорят, а вот видишь, там какой-то переулок. Человек ко мне подошел в местный, да, наш соратник с нами общался. А вот этот переулок, там вот обычно какие-то всевозможные гей-парады. Ну, я как-то так, ну, пошутил, что-то сыронизировал, да. А потом мы подходим, и я не пойму, я думаю, может, мне кажется, может быть, мне чудится. А там действительно стоят нодовцы, прям в этом переулке, о котором шла речь. Ну вот, нодовцев было человек 10, они как-то так очень поняли... А, нет, они не поникли, я вот хотел сказать поникли, они не поняли, что происходит. То есть они стоят холодно, всем на них наплевать, все их посылают, хуй. Вот, а тут идет целая толпа к ним, они так воодушевились. Вот, я там начал им кричать, Путин наш бог, ну, кто смотрел перископ, они что-то не поняли шутки. Они, наверное, думали, что я, наверное, действительно кричу, Путин наш бог. Полицейские очень оживились, очень оживились, все люстры включили, все выбежали, значит, к этим нодовцам их защищать. Мы как-то и даже и не ожидали, мы и не собирались с ним ничего делать, причем там были дедушки и бабушки в переулке, в котором, значит, нетрадиционной плавовой ориентации люди собираются. Ну, как бы дедушек и бабушек нетрадиционной плавовой ориентации мы не бьем, это неправильно, каким бы они ни были, нодовцами или кем-то еще. В общем-то, все прошло мирно, спокойно, тихо, дошли до «Авроры», по «Авроре» прошлись, вот вы читали, что очень интересное такое, как это сказать, заметку интересную себе сделал, да, что на «Авроре» сменили палубу, палуба была тиковая, для того, чтобы она не скользила, да, ну, кто, в общем-то, с кораблями знаком, понимает, чтобы она не скользила, а тут палубу сделали из какого-то вообще совершенно дешевого паркета, или я даже не знаю, что это такое, ламинат, который ужасно скользил даже, в общем-то, при условии того, что вы там чем-то посыпали и сыпали прямо на наших глазах и чистили, да, а уж если бы «Аврора» действительно плыла, я думаю, что там после первой же волны все оказались бы за бортом. Встретил нас матрос, который там фотографировался с людьми, ну, как Ленин у нас фотографируется, да, возле мавзолея, там был матрос. Я ему сказал, что все хорошо, мы, значит, осмотр провели, 5-11-17-го придем, вот, он сказал, что все нормально, там, экипаж готов, я говорю, все, мы не сомневаемся, в общем, все замечательно, все готовы, видите, даже не надо никого упрашивать, все готовы поднять паруса, да, остается поднять паруса. На этом заканчиваем, да, новости давай, окей. Заканчиваем про Питер, два слова. Вчера у нас был сход, значит, не сход, встреча здесь в доме 5-го декабря. Нам, нас подвела, откровенно говоря, подвела погода, очень сильный снегопад был, очень много народу стояло в пробках, мы сами, вот, вы видели наверняка трансляцию из перископа, когда мы покупали фейерверки, вот, мы закончили трансляцию, вы уже ехали в машине, было там сколько, половина шестого примерно времени, да, то есть вы уже успели заняться какими-то своими делами, кто-то, возможно, вернулся домой, кто-то поел, кто-то, я не знаю, закончил работу, да, а мы все это время стояли в пробке, вот, расстояние, которое можно пройти пешком за 40 минут, на машине мы ехали, насколько получается, два с половиной, почти три часа, почти три часа мы ехали и приехали только вот к восьми часам, запустили фейерверки с небольшим эксцессом, да, его тоже многие видели, но я это, я был за голосом разума в данном случае, но меня никто не услышал, но ничего, никто не пострадал, все было не так страшно, как оказалось. Это по пятому декабря, спасибо всем, кто пришел, несмотря на пробки до нас доехал, несмотря на погоду, несмотря на то, что понедельник, будний день, вечер, спасибо, спасибо, что вы к нам пришли, с нами пообщались, все было весело, забавно, прекрасно. 11 декабря у нас митинг состоится в Москве, я думаю, что уже завтра мы скажем, во сколько, где, когда, все точные пароли и явки мы дадим. Приходите, участвуйте, помогайте нам в организации, спасибо всем, кто придет уже заранее, да, то есть мы не сомневаемся, что нас поддержит. Так, и что еще сказать, ну давайте перейдем, наверное, потихоньку к новостям, и основная новость такая, Игнатьева спрашивает, что про Игнатьева, я говорил, Игнатьев в Саратове, он нас, может быть, смотрит, привет, Дима, в общем-то, занимается нашими общими делами, нашими общими с вами, да, в Саратове, я думаю, что в скором времени приедет сюда, здесь будет съезд партии Парнасовы, и я пока не знаю, что на этом съезде будет, но я думаю, будет интересно, будет весело, тоже следите за новостями, я думаю, мы будем об этом говорить. Так, ну, по новостям, конечно, одна из основных новостей, о которой мне сообщили все, как только она произошла, причем мне написал человек об этом ДТП, я это прочитал уже с утра, а потом я выяснил, что он написал еще до того, как написали первые средства массовой информации, то есть я так понимаю, что это какой-то свидетель этой аварии, ну либо свидетель, либо, может быть, человек, который работает в каких-то экстренных службах, и, в общем-то, узнал, да, об этой ситуации, потому что первые записи СМИ появились позже, там, на 30 минут почти, после того, как он мне сообщил об этом, можно легко проверить. ДТП в Хантамансийском автономном округе разбилось 11 детей, автобус, большой груз, вот, знаете, иногда такие вещи, которые неизбежны, они неизбежны, и они происходят, и ты все равно хватаешься за голову, и ты все равно думаешь, ну, как же так, хотя ты знаешь, что это неизбежно, что это должно было произойти, что все к этому шло, что вот в воздухе это висело, это чувствовалось, и ты в этом не сомневался, но оно произошло, и ты думаешь, блин, неужели это действительно так? К сожалению, это действительно так. Мы с вами, вот все здесь, свидетели, два месяца говорили о том, что, в общем-то, бьются автобусы, о том, что бьются автобусы, причем в каком-то из эфиров я говорил о том, что бьются большие грузы, и я сказал, что вот, к сожалению, следующим этапом станет столкновение больших грузов с автобусами, что уже понесет гораздо большие потери, причем я не просто говорю, опять же, не потому что я, вот я, я, я такой великий, нет, а потому что это видно всем, это очевидно всем, кто просто смотрит по сторонам, скажем так, да, кто наблюдает эти новости, кто живет в нашей стране, кто смотрит что-то, кроме Вата ТВ, кроме Киселева, кроме Соловьева, кроме Первого канала, это всем было очевидно, и если вы помните, я сказал, что все это закончится, как бы, либо, либо все это спадет на нет, но спадает на нет, это в течение быстрого времени, а если это тянется несколько недель, а то и несколько месяцев, то это все закончивается большой трагедией, большая трагедия, к сожалению, произошла, поэтому я не то, что, чтобы что-то предсказал, каким-то оракулом, я себя точно не считаю, это может проанализировать любой человек, который, в общем-то, умеет читать, умеет читать, умеет пользоваться интернетом и умеет пользоваться, в первую очередь, своими мозгами, поэтому вы сейчас увидите о том, что количество аварий с автобусом резко упадет, потому что все, волна закончилась, она, к сожалению, закончилась вот этой жирной точкой, 11 человеческих жизней, и, к сожалению, этот список может расширяться, продолжаться, и 11 детей, 11 детей спортсменов, это, конечно, ужасная авария, ужасная трагедия, и в связи с этой трагедией начну я со статистики, вот нас многие спрашивают про статистику, и сейчас многие начнут говорить о статистике дорожно-транспортных происшествий в связи с этой аварии в Ханты-Мансийском автономном округе, вот за январь-сентябрь этого года, за неполный год в России произошло 126 тысяч 600 дорожно-транспортных происшествий, в котором погибло 15 тысяч человек, и еще 160 тысяч получили ранения, это только на сентябрь этого года, то есть после этого уже были все эти аварии с автобусами, поэтому я думаю, что, к сожалению, вполне вероятно, что эта цифра до 20 тысяч погибших очень легко может возрасти из-за того, что у нас происходило в осенне-зимний период, в самый опасный период, таким образом, в общем-то, за 9 месяцев этого года каждый 900-й житель России получил травмы в дорожных авариях, только за один год, каждый 900-й, а количество погибших, в общем-то, превышает население некоторых городов, да, то есть по 15, а может быть и по 20 тысяч человек гибнут, это, конечно, жутко, и примечательно, что чаще всего аварии происходят по пятницам и субботам, что, в общем-то, ну, честно говоря, не удивительно, а самый безаварийный день неделя-среда, ну, вот завтра у нас среда, будем надеяться, что он останется безаварийным, по числу смертей лидирует Московская область, 13 тысяч, пардон, 1300 погибших, и Краснодарский край, что интересно, 1100 погибших, то есть Краснодарский край не самый насыщенный, да, автомобилем регион, безусловно, огромный, большой регион, но не самый насыщенный и очень большая смертность на дорогах, а вот в Санкт-Петербурге риск попасть в аварию почти в два раза выше, чем в Москве, вот такая интересная статистика, хорошо, что, в общем-то, никто из наших соратников в воскресенье в аварию не попал, а вот в Великобритании и в Швеции смертность в семь раз ниже, чем у нас, в России, в семь раз ниже, причем, кто-то скажет там про какие-то огромные территории нашей страны, ну, я вам тогда советую посмотреть на население, да, население, к сожалению, населением мы похвастаться не можем, мы, я имею в виду, Россия, несмотря на огромную территорию, поэтому в семь раз ниже это определенный показатель. По вине пьяных автовладельцев за этот год, ну, вот опять же, за девять месяцев до сентября произошло восемь тысяч четыреста восемьдесят девять аварий, то есть, каждое пятнадцатое ДТП и сообщается, что это резкое снижение относительно показателей 2010 года почти в половину, в половину снизилось количество аварий и, ну, там можно как бы спорить о официальной и неофициальной статистике, тем не менее, безусловно, вот эти меры, может быть, кому-то они кажутся драконовскими, может быть, кому-то они кажутся чрезмерными, но меры в отношении пьяных автовладельцев, автомобилистов, водителей пьяных, которые сейчас вводятся, да, то есть, вплоть до уголовной ответственности, они, как мы видим, имеют место, да, и вот в данном случае, вот в данном случае мне абсолютно наплевать на все права, на все свободы граждан, никакие права и свободы не могут оправдать пьяного человека, который садится за руль машины, потому что он рискует не только своей жизнью и иногда даже не столько своей жизнью, сколько жизнью, в общем-то, людей, которые с ним не пили, да, и которые, в общем-то, домой хотят, а не на тот свет, поэтому считаю, что все правильно в отношении пьяных автомобилистов вводят эти ограничения и мы видим, что это имеет смысл, пускай может быть там не такой, как пишет официальная статистика, может быть он больше, может быть он меньше, но он имеет смысл. А вот почти в половине случаев аварии бы не произошло, если бы не плохие дороги, это опять-таки официальная статистика, водители не справляются с управлением, попадают в дорожно-транспортное происшествие и статистики он определяется как авария, совершенная поведением, или не водителя транспортного средства, а полицейский может только по в общем-то своей компетенции, скажем так, написать, что совершению ДТП сопутствовало неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети. Опять-таки, выводы можете делать сами, то есть половина ДТП могло бы не произойти. Опять, когда нас спрашивают, при чем здесь Путин? Вот разбился этот автобус с 11 детьми в Хантамасийском автономном округе, при чем здесь Путин? Путин был за рулем? Нет, конечно, Путин не был за рулем, но уничтожена абсолютно дорожно-транспортная инфраструктура, и если мы видим, что в Московской области, в Москве, в центральной части России, между Москвой и Санкт-Петербургом дороги, мягко говоря, не самые удовлетворительные, мы это все увидели, когда ездили в этом по всей России, то мне страшно представить, что находится в районе Урала, мне страшно представить, что находится в Сибири, даже в Новосибирске, даже в Новосибирске. Я уж молчу куда-то дальше, Якутия и, в общем, Криморский край. Люди нас смотрят и не дадут мне соврать. Мальцев бы с тобой не согласился про пьяных водителей. Так это же замечательно, что Мальцев со мной не соглашается. Мы же разные люди, и у каждого есть свое мнение. Я с Мальцем тоже во многом не согласен. И я уж точно не собираюсь оправдывать как-то там, как-то пытаться выслужиться перед кем-то, показаться кому-то там правильным, как-то, я не знаю, популярным свое мнение сделать, да, если речь идет о человеческих жизнях. Потому что когда говорят о том, что пить или не пить, это дело каждого, там, человека, да, но вот я для себя сделал выучить, что я не буду пить. Однако я сразу остаюсь потенциальной жертвой алкоголя ввиду водителей пьяных, ввиду пьяных врачей, которые оперируют, ввиду пьяных пилотов, которые управляют самолетами, да, поэтому ввиду пьяных каких-то людей, которые, мы знаем, огромное количество примеров, человек просто подходит молча, без разговоров, всаживает там в живот нож, да, человек умирает, и потом он говорит, я был пьяный, я вообще этого не помню, и он не врет, понимаете, поэтому, это мое мнение, я не хочу там, как сказать, кому-то показаться угодным или неугодным, оно может кому-то не нравиться, я в таких случаях, говорю, вы можете за меня не голосовать, как хорошо, что я никуда не баллотируюсь. да, вот МЧС сообщил о том, что проверит весь общественный транспорт после трагедии в Югре, классическая история, что-то случилось, взорвался газ, надо проверить весь газ, там, я не знаю, произошел теракт, надо везде воткнуть эти рамки, которые нигде не работают, сейчас нужно проверить весь общественный транспорт после трагедии в Югре, и у меня возникает вопрос, а что у нас теперь вообще не будет общественного транспорта? Ну вот я очень далек, что у нас сейчас возьмут, у нас 90% общественного транспорта вообще непригодны к использованию, 90% просто непригодны по техническому состоянию, даже по их вот этому путинскому ГОСТам, по их путинским нормам не могут эти транспортные средства перевозить людей безопасно, да, но у нас что, сейчас сменится 90% автопарков? Вы, конечно, не смеете, мы это понимаем, ну вот, поэтому понятно, чем это закончится, ничем хорошим, это уж точно. Да, вот, зритель нам пишет, от зрителей новость, что в Севастополе, как всегда неожиданно, 5 декабря пришла зима, снегопад начался ночью, в общем-то, на понедельник к утру парализовал весь город, в общем-то, непосыпанные антигалоледной смесью дороги привели к огромному количеству аварий, мелких зачастую аварий, но тем не менее, которые парализовали движение в Новосибирске, пардон, не в Новосибирске, в Севастополе, конечно, в Севастополе, вот такие очереди в Севастополе, утром, в понедельник, и причем мы можем, в общем-то, наблюдать, что никакого чрезвычайного происшествия нет, то есть, снег есть, действительно, он идет, он небольшой, вот вчера мы были в Москве, вернее, и остаемся в Москве, да, и я рассказывал о том, что мы три часа практически стояли в пробках на МКАДе, и причем я смотрю за окно, я вижу, что, да, идет снег, но я не вижу какого-то, какой-то катастрофы, то есть, небольшой снег парализует центральный город России, парализует столицу, в буквальном смысле парализует, вы въехали в эту пробку, слева высокий отбойник, и справа высокий отбойник, и ничего сделать с этим нельзя, не может проехать ни скорая помощь, ни пожарные машины, ничего, потому что даже элементарно, если люди захотят куда-то перестроиться, они просто стоят на месте, они не могут машину поднять, чтобы проехала пожарная машина или скорая помощь, да, поэтому огромный город парализовал небольшой снег, вот просто встал весь мегаполис, да, и уж что говорить про регионы, Севастополь тому пример, и, конечно, речь вот говорят о том, что там, не шипованные, не шипованные шины, да, то есть у людей, мы вчера ехали по МКАДу, мы не увидели ни одной аварии, ни единой аварии, то есть речь, наверное, все-таки идет не столько, может быть, да, большое количество людей, которые не готовы к зиме, которые ездят до последнего на летней резине, я вообще таких людей не понимаю, и попадают в аварии, тем самым создавая пробку, но мы же понимаем, что в Москве, если уж даже в Москве вот эти огромные дороги, которые там 5-6 полосные, они уже не справляются с тем количеством машин, которые есть, то что говорить про Саратов, в Саратове одна, нет, пардон, две дороги, у которых больше двух полос, вы представите, две дороги в Саратове, где миллион там с лишним человек живет, две дороги на весь город, где больше двух полос, это улица Чернышевская, и то там не везде, да, улица Чернышевская, и проспект строителей, в остальных во всех местах две полосы, или вообще одна, вот парадокс, да, вот пишут о том, что в Москве за сутки произошло почти 900 ДТП, я опять же говорю, я нисколько не сомневаюсь, может быть даже 900, может быть даже 1000, может быть даже 2000, но 1000 ДТП в Москве не может парализовать движение всего города, наверное, все-таки это комплексная проблема, кто-то к нам пришел, хорошо, очень хорошо, названы самые, да, давайте перед названы самые, перед названы самые, опрос, я вот, пардон, мы начали так необычно, кто-то очень настойчивый к нам пришел, начали мы необычно с рассказов о том, чем занимались на выходных, и забыли об опросе, у нас был опрос в группе периферийного зрения, опрос в группе периферийного зрения, в прошлом эфире я о нем говорил, вот результаты опроса, речь была о, вопрос к вам, наши уважаемые зрители, был такой, корректируете ли вы свое поведение в интернете в связи с ограничением свободы слова, речь о России идет, мне не разделилось, разделилось кардинально, и большее количество людей говорит о том, что не могут позволить себе некоторые публикации, и комментарии, это 42%, и на втором месте прямо противоположное мнение, это нет, спокойно общаюсь, и публикую информацию без заглядки на преследование, но нужно понимать, что наша аудитория, это люди протестные, это люди, такие, конечно, ну не трусы, да, не трусы, и поэтому такое противоречие в мнениях, оно неудивительно, сегодня у нас есть очередной опрос, к нему мы еще чуть позже придем, поэтому вы прямо сейчас поставить можете на паузу или не ставить на паузу, и перейти в группу периферийного зрения, ссылка есть в описании, и поучаствовать в следующем опросе, он не менее интересный, и я думаю, что будет нам всем интересно узнать наше общее мнение, да, связано, в общем-то, этот опрос, ладно, давайте, уже мы об этом говорили, о сходе, связан этот опрос о том, насколько вы оцениваете свой протестный потенциал, назовем его так, и я думаю, что результаты, уверен, что результаты этого опроса мы опубликуем в следующем эфире периферийного зрения, спасибо всем тем, кто участвует в наших опросах, кто пишет развернутые мнения, я их читаю, иногда вступаю в какие-то дискуссии с вами, и это же замечательно, это здорово, названы самые открытые и закрытые ведомства России, это вот наш любимый ОФЦИОМ, в общем-то, выпустил такой список, и вот как вы думаете, кто у нас стал самым открытым, в общем-то, в рейтинге открытости, самым открытым ведомством в России, Министерство обороны стало, но я, в общем-то, даже не сомневаюсь, что Министерство обороны самое открытое ведомство, потому что, в общем-то, основная задача этой страны, это война, да, И кроме как войной не занимаются больше ничем. Но вопрос в том, насколько честное вот это ведомство, Министерство обороны. Да, они выкладывают там десятки, а иногда и сотни каких-то видео, где они бомбят ИГИЛ. И таким образом они вроде как открыты, они нам показывают, чем они занимаются. Но мы с вами уже были свидетелями, как Вячеслав Вячеславович разоблачил, без шуток, разоблачил международного уровня махинацию, обман от Министерства обороны. Международного уровня махинацию, когда какие-то уникальные разработки испытали в Сирии. А мы знаем, что это никакие не уникальные разработки. Это обычный Ту-23, который взлетел у нас с аэродромового Энгельси. Поэтому, конечно, Министерство обороны может быть и самое открытое учреждение, такое ведомство. Но далеко не самое честное, мягко говоря. А вот на втором месте МЧС. И это тоже очень интересно. То есть это показатель того, что происходит в России. То есть самые открытые органы. Это Министерство обороны, значит, страна воюет. Это очевидно. И это Министерство чрезвычайной ситуации, значит, тут везде джаляп. И внутри страны в том числе. На третьем месте Россельхознадзор. Ничего не могу, к сожалению, сказать по этому поводу. Сельскохозяйственная тема мне не знакома. Не буду себя делать, в общем-то, эксперта во всех категориях. А вот в категории наиболее закрытых ведомств попали Минстрой, неудивительно. Росавтодвор, неудивительно. И Министерство Востокразвития. Вот, во-первых, мы с вами узнали о том, что существует Министерство Востокразвития. Я думаю, большинство даже не знали о существовании такого министерства. А Минстрой и Росавтодор это совершенно очевидно. То есть мы с вами понятия не имеем, что у нас в стране строится, потому что ничего не строится. И совершенно понятия не имеем, куда деваются наши деньги с транспортного налога и какие дороги у нас ремонтируются или не ремонтируются. То есть это совершенно очевидно. А вот 96-летний солдат Великой Отечественной войны добивается получения положенной по закону квартиры. Конечно, жуткая история. Боец 27-й армейской артиллерийской бригады 70 лет назад отслужил, участвовал все 4 года в Великой Отечественной войне. И сейчас у него был свой дом, но жить в нем стало невозможным, потому что дому без малого 100 лет, по документам он ровесник революции, и у Павла Ивановича, Павел Иванович зовут ветерана, в общем-то, дом находился в том месте, где, чтобы добраться до деревни, журналистам, которые с ним пообщались, пришлось идти пешком больше километра по, значит, снежному полю. Дороги не чистят, зимой никого нет, и говорят о том, что ни скорой помощи, ни продуктовых, каких-то продуктовый ларек закрылся, вообще продуктового ларька нет, ни соцработников, ни пожарных никогда здесь уже давно не видели, то есть много десятилетий уже там не видели. И, в общем-то, около года назад Петр Иванович продал строение на дрова, то есть свой дом он продал на дрова, потому что жил в таких условиях. И теперь администрация района не могут признать его нуждающимся в жилье, и вот тут я ничего не понял, то есть если у человека есть дрова, значит, жилье ему не нужно, судя по всему, по нашим замечательным российским законам. Без этого статуса, в общем-то, закон не разрешает предоставлять ему сертификат на квартиру, юристы говорят о том, что шансов у него очень мало. Ну, то есть мы говорим о чем? Мы говорим о том же самом, о той же пресловутой статистике вот этих министерств. То есть мы не знаем, чем занимается Минстрой в данном случае, переселять человека просто в квартиру, ему не нужно многого, ему нужна однокомнатная квартира. Вот там рядом с этой деревней, где-то в Пупырловке. Минстрой этого сделать не может, и мы не знаем, что делает Минстрой. Зато мы знаем, что делает МЧС. МЧС будет спасать этого старика, когда он сгорит, да, пытаться спасать этого старика, когда он сгорит. Или когда он замерзнет, потому что к нему просто банально никто не может доехать. Вот это как раз очень четкое понимание того, как у нас работают те или иные министерства, и почему какие-то министерства, в общем-то, открытые, а какие-то закрытые, да. Вот, пожалуйста, очень яркий пример. И вот задержана группировка, похищавшая деньги с банковских карт пенсионеров. Я-то думал, что это пенсионный фонд называется группировка, а оказывается нет, это некие мошенники, которые сообщали, что они попадают под государственную программу «Дети войны» и похищали, в общем-то, у людей через телефон деньги. Ну, конечно, нужно проводить разъяснительные беседы. Люди взрослого поколения, пенсионеры, они, конечно, не социализированы к нашим современной жизни, да, то есть мир очень быстро меняется, и они не успевают меняться вместе с ним, и это нормально. И поэтому, конечно, проводите разъяснительные беседы со своими родственниками, своими родителями, своими бабушками, дедушками. Объясняйте, что не нужно, в общем-то, никому переводить деньги. Мы знаем, огромное количество, миллиарды рублей всевозможные мошенники получают через телефон. Поэтому будьте внимательны, банальная беседа, какой-то разговор по телефону со своими родителями на эту тему, с взрослыми людьми, да, которые, в общем-то, менее адаптированы к нынешним условиям. Он может спасти их от вот такой, от такой ситуации, да. А вот в Казани обанкротившийся бизнесмен в образе Стаса Михайлова ограбил банк. Замечательная новость. Я хотел вам показать видео, но не могу, как вы думаете, почему, абсолютно верно, потому что там играет песня Стаса Михайлова. В общем-то, да, вот, я, прошу прощения, прервусь, вот, пенсионер. Пенсионер, который, в общем-то, вышел на несогласованное публичное мероприятие, кстати говоря. И его должны вот тоже так же, как Горского, да, или как вот этого мужчину, там, утащить за ноги в автозак. По нынешним российским законам это так. И очень жаль, что этот человек, в общем-то, защищал свою страну, да, защищал людей, защищал своих, там, родных, близких. А, к сожалению, все дошло вот до этого. Очень жаль. И мы с вами фашисты. Мы с вами, я фашист, вы, дорогие зрители, фашисты. А это бред-патриоты. Вот эти люди, которые не дают этому пенсионеру, они патриоты, а мы фашисты с вами. Все просто. Вот такой замечательный товарищ зашел в Казани в банк. Ну, вот здесь, к сожалению, не очень хорошо видно, но действительно он похож на Стаса Михайлова. Это парик, это накладная борода и усы, это очки. Я не знаю, пел ли он во время ограбления, я думаю, что не пел, потому что сразу бы поняли, что это не Стас Михайлов. Почему? Потому что Стас Михайлов не поет. Вот пишет без звука, покажи, там не могу, с технической сложностью, пардон, со своими комментариями. Да, я бы с удовольствием, надо было просто, ладно, хрен с ним, с видео. О чем это говорит? О том, что, в общем-то, разорившиеся люди, вот мы сегодня ездили на горбушку в Москве. Два месяца назад мы были на горбушке, Сячеслав Иславович, мы об этом, кстати, рассказывали, да. Приобретали какую-то технику, подарки, там, определенным людям в Саратове. Ну, мелкие подарки, ничего серьезного. И горбушка жила, там было большое количество людей каких-то, ну, кто был на горбушке, знает, да. То есть, там, все вас норовят куда-то утащить, там, вам что-то предложить дешевле, дороже и так далее, да. То есть, это такой целый, как я не знаю, какие-то районы в Китае, да, вот такие торговые районы в Китае, где везде все торгуют и все живет, плывет, и это огромное количество людей. А сегодня мы пришли в горбушку, и мы были поражены. Мы были поражены, потому что людей практически нет, я имею в виду покупателей. Я понимаю, что будний день, я понимаю, что раннее время, но нету практически вообще. То есть, огромное количество ларьков, огромное количество точек закрылось. То есть, мы там встретили нашего соратника, который наш зритель, я уж не знаю, смотрит ли он нашу передачу, привет ему большой. Ну вот, и он нам говорит о том, что у него было пять точек, сейчас осталась одна. То есть, если это у него такая ситуация, то о чем мы говорим с другими предпринимателями, да, у кого-то была вообще одна точка, у кого-то было две точки. То есть, люди просто разоряются. И, естественно, эти люди вот идут либо на грабежи, либо в скором времени бурт с нами. Бурт вот, как бы, для начала зрителями арт-подготовки, потом все мы знаем, кем они станут. Новосибирцы будут платить за тепло и воду на 15% больше. Замечательно, я не понимаю, почему на 15, почему они на 115, почему они на 146. Это очень хороший нос, меня всегда так радует это. Серьезно, я вот как-то, когда унываю, я прям сразу открываю новости о повышении каких-то тарифов, и мне становится легче, потому что это, конечно, такой шаг навстречу к новой исторической эпохе, как бы это странно ни звучало, да. Замечательно, повышайте, уважаемый, кто там у нас это предложил сделать? Минстроя, да, наверное? А, местное ЗАГС собрание, да, постановление губернатора. Замечательно, губернаторы областные, повышайте, только не на 15, на 115, на 146%, на 200, я думаю, что будет очень хорошо. Вы нам таким образом помогаете. У меня упал микрофон, так случается, пардон. Барнаульцы, пожалуй, на резкий рост платежей за ЖКХ. И, в общем-то, у нас такой, как это сказать, анализ, да, аналитику провел. Аналитика очень простая, вот в ноябре 2012 года, всего лишь 4 года назад, платежка в Барнауле была 2855 рублей за трехкомнатную квартиру в 2012 году. Причем это совершенно официальные данные. В 2013 уже 3549 рублей. В 2014-м 4502 рубля, то есть в среднем на 500 рублей мы видим, да, даже больше, чем на 500 рублей в год. В 2015 году вообще почти на 1200 повысилось 5144 рубля. И в 2016 году 6060 рублей. 6060 рублей в ноябре 2016 года по отношению к 2855 рублям в 2012 году. То есть это рост, насколько у нас на 200... Больше, чем на 200 процентов, да, если я не ошибаюсь? Да, больше, чем на 200 процентов рост. За 4 года. У меня возникает вопрос, наверное, зарплаты. Нам же рассказывают о том, что да, растут цены, но растут зарплаты. Мы же с вами не в 90-х живем, как нам рассказывают по первому каналу. Значит, должны расти зарплаты. Все очень просто. В мае 2012 года средняя заработная плата в Барнауле, опять-таки, в том же самом Барнауле, все совершенно честно, составляла 21007 рублей. Но у меня большие сомнения. Ну, допустим, допустим, средняя зарплата по Барнаулу 21007 рублей. Следовательно, сейчас средняя зарплата по Барнаулу, но если выросла в два раза платежка, и при этом нам говорят о том, что у нас все хорошо, и да, цены растут, но растут и зарплаты, то заработная плата средняя должна быть 40 тысяч, там, 45 тысяч примерно, да, ну, 43 где-то так тысячи. Это, кстати, данные Алтайского Росстата, да, поэтому все совершенно честно. В 2016 году средняя заработная плата выросла в Алтайском крае, заголовок нам рассказывают. И как вы думаете, насколько выросла средняя заработная плата? Вот напишите мне, пожалуйста, я прям прервусь, мне интересно ваше мнение. Вот еще раз напомню, 21007 рублей в 2012 году. В 2016 году средняя заработная плата в Алтайском крае выросла по официальным данным. Напишите, пожалуйста, дорогие друзья, я прервусь, насколько, по вашему мнению, она выросла. Какую сейчас сумму среднюю получают жители Барнаула по официальным данным? Я прям прервусь, мне интересно, что вы скажете. На 500 рублей, первое мнение. 200 рублей. На 1000 рублей вы загнули. На 500 рублей. А вот пишут, минус 15 тысяч. 15 тысяч. А, ну то есть я так понимаю, что сократилось до 15. Минус на 1000. 37 тысяч рублей. На 0. Минус 5000. 25. Разные мнения. Значит, еще раз. 21 тысячу было в 2012 году. Сейчас выросло до 19 899 рублей. И, видимо, я не умею считать. И, причем, нам рассказывают, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2012 года. В 2012-м 21 тысячу 7 рублей. Сейчас 19 899 рублей. И это на 4,5 больше, чем в 2012 году. О чем вообще речь идет? Ну, у вас как бы цифры не бьются, друзья. У вас вырастает в обратную сторону. Как бы это страшно не звучало, да? Я, может быть, не самый главный математик, да, в этом здании. Но, тем не менее, я думаю, что здесь не нужно быть математиком. И 19 899 это меньше, чем 21 007. Не нужно с калькулятором считать. Я, конечно, могу посчитать. И нужно еще понимать, что плюс капремонт. Вот нам пишут люди, спасибо, что вы мне напомнили. Плюс капремонт. В 2012-м году не было никакого капитального ремонта. То есть, средний чек за квитанция, да, за коммунальные услуги выросло еще больше, чем на 200%, о чем я говорю, да? Потому что мы еще не считаем капремонт. Капремонт, ну сколько? Трехкомнатная квартира, ну сколько? 600 рублей, наверное, в среднем будет. 700 в месяц. Ну, если трехкомнатная квартира. То есть, 6700 рублей в месяц относительно 2800. Ровно на 4000. Ровно на 4000 за 4 года. Каждый год по 1000 рублей прибавляется в месяц. Еще раз, не в год, а в месяц в платежке. В общем, я очень долго вам это объясняю. Я понимаю, что я вас пытаюсь в чем-то убеждать, но мне нет смысла вас в чем-то убеждать, потому что вы сами живете в этой же стране. Вы сами получаете такие же платежки, и вы сами все понимаете. Да, ты прикинь, тебя люди слушают, которые получают зарплату. Я понял, вы меня затроллили. Я просто иногда как-то поражаюсь. Неужели я один вижу вот этот бред, который они пишут? Я понимаю, что не один. Спасибо. Я иногда теряюсь. Извините. Да, и вот историю мне такую прислали в тему, вам расскажу. История от учительницы Саратовской. И писали они письмо. Письмо Деду Морозу, учительница младших классов, третий класс в Саратове, хорошая гимназия, не буду назвать номер, гимназия. Учительница пишет с детьми письмо Деду Морозу. И она говорит, я была про жена. Четверо детей из класса в 20 человек. Четверо, то есть это достаточно много. Это, в общем-то, 1 четвертая, да. Из класса в 20 человек четверо детей написали письма, в которых они просили не игрушки, в которых они просили там не конфеты, в которых они просили, я не знаю, там, не покатать их на оленях. Ну, что еще может просить ребенок, да, у Деда Мороза. А они просили хорошую зарплату для папы и мамы. И это совершенно не смешно. Я вот себе записал, Россия единственная страна, в которой дети с малых лет просят у Деда Мороза не игрушки, а хорошие зарплаты для родителей, чтобы им не приходилось сводить концы с концами. То есть дети с малых лет видят в эту нищету. И когда нам рассказывают про какие-то там группы смерти, что какой-то там подросток, не подросток, молодой человек, да, из Санкт-Петербурга доводит там подростков до самоубийства, но если дети в четвертом классе видят, что мама и папа, причем я не думаю, что мама и папа им об этом говорят, они просто видят это. О том, что, в общем-то, нечего уже кушать даже людям. Причем это люди, которые живут в Саратове. И не где-то я молчу, что происходит в Сибири, что происходит в каких-то деревнях, где вообще в школах по три человека учатся. Страшно даже подумать. И это сразу приходит в голову, может быть, кому-то покажется не тактичным пример, приходит в голову письмо Сталину, да, очень известное, от ребенка. Ну, наверняка многие знают, о чем я говорю, я просто не помню, как оно называется, да, это письмо. Когда девочка пишет письмо в 30-е годы Сталину и говорит о том, спасибо, как хорошо, что у нас коммунизм. Правда, мы сегодня вот братика, мы его съели, да, потому что кушать нечего. Но спасибо вам, товарищ Сталин, за наше счастливое детство. И вот сейчас тоже так же пишут только Деду Морозу, да. Некоторые взрослые пишут Путину, который точно такой же Деду Морозу. Дети пишут Деду Морозу. Да, я уже как Мальцев начал для себя писать, простите. Я не пытаюсь кого-то пародировать, просто чтобы мысль не ушла. И про Деда Мороза продолжаем тему. Политическая ангажированность главного Деда Мороза России вызвала вопросы у хабаровчан. Ну, во-первых, очень странный заголовок. Мои коллеги из Хабаровска написали «Политическая ангажированность главного Деда Мороза». Вопросы, в общем-то, политической ангажированности Деда Мороза не только у хабаровчан вызывают, да, еще и у меня, потому что я не понял ровно ничего. То есть проходили какие-то мероприятия в Хабаровске. Туда приехал главный Дед Мороз России. Встреча с гражданами, все замечательно. И вдруг он начинает разговаривать о текущей политической ситуации. И, в общем-то, цитирует Путина, цитирует Эрдогана, цитирует Асада, главный Дед Мороз России на встрече с детьми. Причем, я бы сказал, что он дурак и все, и все понятно, но он говорит о том, что украинцы хотят мира, с украинцами не нужно воевать, но при этом как бы пиндосы, то есть у него какой-то такой переклин. То есть это не ватный Дед Мороз, не Дед Мороз в ватнике, да, а что-то такое Дед Мороз в пуховике. Непонятно, как бы, его позиция. Но в любом случае, конечно, дети, которые пишут письма Деду Морозу с просьбой, чтобы у их родителей были зарплаты, а Дед Мороз приезжает и рассказывает цитаты Эрдогана и, в общем-то, и Асада, и Путина. Это, наверное, отражает такую политическую составляющую, да, в нашей стране. Есть и более позитивные новости. В Орле поставили скамейку с подозрительными орлами. В Орле с подозрительными орлами. Но, внимание, вопрос к нашим зрителям. Что вы видите на экране? Это такие пятна ророшиха, да, то есть, глядя на эту картинку, у каждого возникают свои ассоциации. Но я думаю, что все понимают, что подозрительного в этих орлах. Поставили вот такую замечательную скамейку. Ну, если спросят меня, если бы поставили такую скамейку в Саратове, ну, я бы, наверное, не взбунтовал и там не побежал бы эту скамейку пилить на металлолом. Ну, конечно, нужно обращать внимание. Понятно, что, ну, это очевидно. На что намекает эта скамейка, это очевидно. Ну, и не надо делать такие провокации. То есть, кто-то решил угорать, да, потому что я не думаю, что кто-то вдруг не заметил, что похоже этот орел на орла из Третьего Рейха, но при этом, при этом никто, в общем-то, должны, в общем, отслеживать люди, да, то есть, кто-то, кто-то просто решил пошутить, поставив такую скамейку. Охуенная скаменька. Наверное. Да, вот блогеры высмеяли дом Фалос на улице Есенина в Петербурге. Ну, это ёвый дом, значит, выглядит он вот таким замечательным образом. Но, вот знаете, это тоже, с одной стороны, это тоже пятна Роршаха, да, то есть, это так же, как в той скамейке. Но если в той скамейке действительно многие увидят орла, такого стилизованного, да, назовем его вот таким образом, то вот здесь не каждый. Но, вот, например, если бы вот таким образом не обвели этот дом, то я, может быть, и не подумал о каких-то половых органах, о которых подумали блогеры из Санкт-Петербурга. То есть, каждый, в общем-то, в меру своей испорченности мыслит. Тем более видно, что дорога здесь расширяется, поэтому, в общем-то, это даже немного оправданно, скажем так, такая форма достаточно странная. Но, наверное, всё-таки важно не как дом выглядит сверху, да, с верхотуры, а как он выглядит снаружи и изнутри. Если это нормальный дом, а не ёвый, то тогда, в общем-то, всё хорошо. Ну, вот, в ЗАГС собрании тут же ответили, ответили блогерам на обвинение в ёвом доме и предложили, в ЗАГС собрании Санкт-Петербурга предложили создать чёрный список блогеров-критиков Санкт-Петербурга. То есть, теперь нельзя рассказывать про ёвые дома в Петербурге. Строить ёвые дома можно, а рассказывать о них нельзя. Такая вот история. Лучшему общественнику Якутска вручили водку. Классическая история. Я думаю, что если бы я когда-нибудь стал лучшим общественником Якутска или Саратова, или любого другого города, мне бы тоже вручили водку. Но это, конечно, такой, ну, как бы, плевок в лицо такой, да, то есть, ему, естественно, не дали ни копейки, ему дали водку. Причём я так понимаю, что этот человек боролся за здоровый образ жизни. Да и я, знаешь, знаете, знаете, друзья, я, знаете, хочу обратиться к этому общественнику и сказать, что радуйся, радуйся, что тебе не дали никакую медаль, что тебя там не сделали почётным членом Единой России и так далее. Да, выли эту водку и забудь про это, и вообще никаким образом не марайся с этой властью. И люди, которые становятся лучшими общественниками не тех или иных регионов, они у меня сразу вызывают скепсис, да, потому что мы все знаем, кто эти лучшие общественники. Вот наш любимый Александр Соломон Шаландо, который там уя пьёт, все это видели. Это вот лучшие общественники, да, если вы действительно нормальный общественник, вы никогда, в общем-то, в своём регионе лучшим общественником не станете. Я никогда не стану лучшим общественником в Саратове или в Якутии, или где-то ещё, да, потому что я настоящий общественник, они не... Слишком много, да, слишком много таких. Да, радуйся, что тебя не посадили на эту бутылку, общественник, да. Да, и такое тоже бывает. А вот в Москве похищено более 105 тысяч деревьев и кустарников. Навальный, сука, как тебе не стыдно. Киров лес украл, скотина. Теперь начал, значит, по ночам вытаскивать деревья и кустарники из Москвы. И ещё там с коррупцией борешься. Ну, конечно, я шучу. Навальному привет. Более 5 тысяч деревьев и 100 тысяч кустарников, значит, высажено по программе «Миллион деревьев» и были украдены или сломаны горожанами. Ну, конечно, тут не нужно быть Навальным, чтобы рассекретить вот эту коррупционную схему. То есть, что происходит? Мы проводили определённое расследование, ну, условно его назовём так, практически как фонд борьбы с коррупцией, да. Проводили определённое расследование и выяснили, что на озеленение прекрасной новой набережной Саратова, в кавычках «прекрасной», которая вся разваливается спустя год после её строительства, ну, вот, на озеленение этого участка, совершенно небольшого участка, было потрачено какая-то уйма денег, я не буду называть сумму, но там каждый, каждое, вот, в общем-то, дерево, которое посадили, росток дерева, саженец, вот слово забыл, саженец, стоил от трёх до семи тысяч рублей, один саженец. И при этом, если кто-то не понимает, как выглядит этот саженец, это палка, это просто палка, вот, которую, по-моему, оторвали с близлежащего дерева, воткнули в землю, полили, и потом, в общем-то, эта палка, ну, либо куда-то просто потерялась, ну, палка не проросла, понимаете? Иногда так случается, что черенок нельзя воткнуть в землю, из него вырастет лопата. Вот здесь также пытаются воткнуть какую-то ветку, на которую потратили якобы пять тысяч, там, три, три-тире-семь тысяч, да? И, в общем-то, любой желающий может пройти по этим участкам, где они сажают эти черенки, и выяснить, сколько из них выросло. А когда берешь этого чиновника и спрашиваешь, где, сука, эти черенки за семь тысяч, куда делал? Он скажет, украли, Навальный пришел и выкопал, выкопал все деревья, все кустарники. У меня на улице посадили вот прямо перед отъездом моим палки вот эти вот, просто обыкновенные палки, оторвали от дерева, воткнули в землю, и отчитались, что они стоят по семь тысяч каждая. Очень простая схема. Молодой человек упал на рельсы метро в Новосибирске, да. Говорил я, в общем-то, в начале о метро питерском, о хорошем решении технологическом. В Новосибирске опять уже в который раз падают люди на рельсы. Не хочу ничего говорить, надеюсь, что не вспомню об этом, да? Если вспомню, то скажу. В Сибири упал небольшой метеорит. Пардон, я не заметил, что эти новости стоят у меня рядом. В Сибири упал небольшой метеорит. Я сначала подумал, что, может быть, это опять какие-то обломки прогресса. Думал, что это очень смешная шутка. Ну ладно, это не смешная шутка, я понимаю. И выяснилось, что это не я один так подумал, не я один так пошутил. Все предположили, что это, может быть, могут быть какие-то обломки прогресса, которые там где-то вышли на какую-то орбиту и вот только сейчас приземлились. Но все-таки нет, вроде бы это метеорит. Поэтому напишите, не видели ли вы метеорит, дорогие наши зрители из Сибири? Часто ли у вас там падают метеориты? Вообще часто достаточно, насколько я знаю. Так, мы уже достаточно долго в эфире. Я вам, во-первых, напоминаю о нашем опросе в группе ВКонтакте, который сейчас проходит, да, и в четверг, в четверг сразу отвечаем вам на вопрос. Когда мы выйдем в следующий раз в эфир, в четверг, я обязательно отвечу на ваш... Вернее, расскажу об этом опросе, поотвечая на ваши вопросы под опросом. И все будет хорошо. Пока задавайте, в общем-то, свои вопросы в чате. Давайте прям буквально пять минут поотвечаем, а уже через сорок минут у нас будут плохие новости с Вячеславом Мальцевым. Никто их не отменял. Это реально метеор. Спасибо. Ну, я уже прочитал, да, что действительно так. Серега метеороподобный. Я быстро говорю, потому что я быстро думаю. Если я буду медленно говорить, то я все равно быстро думать буду, и поэтому это будет такое... Начинает закипать мозг, когда я говорю медленно. Поэтому, простите, я знаю, что это многим непривычно. И у многих закипает мозг, когда я говорю быстро. А у меня как раз наоборот, извините. Но вы меня притормаживаете периодически. Я могу все-таки контролировать. По культурным новостям будем думать. И я думаю, что, ну, скажем так, есть такое предложение. У культурных новостей отключить чат по определенным причинам. Понятным тем, кто этот чат читает, да. В общем, все. Это весь комментарий мой. Поэтому будем проводить культурные новости без чата. Возможно. Я, по крайней мере, считаю, что это, наверное, правильно. Серега, вы с Мальцевым видели расследование новой газеты о фальсификациях прошедших выборов в Госдуму, в Мытищах. Откомментируйте. Расследование не видел. Сегодня слышал о том, что якобы Панфилова сказала, что может отменить выборы в Мытищах. Но мы понимаем, что Мытищи – это вся Россия. Да, то есть я не думаю, что в Мытищах что-то такое удивительное происходило, что не происходило, например, в Саратове в каком-то. Поэтому я посмотрю обязательно новую газету с удовольствием и в четверг об этом расскажу. Как я лично отношусь к Фиделю Кастро? Я говорил, когда умер Фидель Кастро, я не люблю Советский Союз, я не люблю коммунизм, я много что не люблю в этой жизни. Я, наверное, не люблю Кастро, но я отношусь к нему с гораздо большим уважением, чем большинство наших зрителей. Не знаю, оправданно, не оправданно. Я читал дневники Че Гевары, да, я об этом уже говорил, по-моему, даже два раза. Кстати, они у меня даже где-то есть здесь. Эта книжка есть, я ее с собой взял в дорогу, перечитать решил после смерти Фиделя Кастро. И я понимаю, что, в общем-то, человек, который взял… Люди, которые сравнивают Путина и Кастро, у меня лезут волосы дыбом, когда я это читаю. Это Путин, который там… Ну, это даже, вот, знаете, я даже не вижу смысла оправдывать Кастро, как говорит Мячеслав Человек, потому что Кастро не требует моей какой-то защиты. Конечно, это намного более уважаемый человек, чем Путин. Это человек, начнем с этого. Да, он диктатор, да, он узурпатор власти, но это человек, который взял в руки оружие, который поставил свою жизнь на кон и начал воевать с другим диктатором, который на тот момент, в общем-то, был на Кубе. Да, и он его победил, победил при поддержке народа, в первую очередь. Кастро к власти привел народ. И Кастро своей жизнью, в общем-то, рисковал, пытаясь прийти к власти. Путина привел к власти уж точно не народ. Путин ничем не рискует. И я думаю, что Кастро все-таки… Не знаю, его там какие-то списки Forbes включают, но я вот не видел, чтобы Кастро ездил на каких-то золотых лимузинах, там летал на личных самолетах с золотым унитазом, да, я думаю, что все-таки немножко иначе. Санислав пишет, чтобы дать ему модерские права. Напиши мне в личку, Стас, очень хорошая тема. Ну, понимаешь, вот я понимаю, к чему ты говоришь к культурным новостям. Что делать с культурными новостями? Давайте, я не хотел об этом говорить, давайте поговорим. Банить весь чат, банить там 100-200 человек, которые там пишут, ну, потому что если банить, то банить весь чат, да, ну, наверное, в этом смысла нет. Ну, тогда, наверное, может быть просто не… Культурные новости – это немножко другой формат, там нету, не такой, не так уж требуется ответы на вопросы, вот так скажем, да, поэтому, не знаю, подумаем, что мы будем делать на эту тему. В Саратове время перевели, да, я знаю, новости у нас теперь будут в 22 часа по саратовскому времени, идиотизм, и в 21 по московскому. Для вас, друзья, ничего не меняется. А мы будем заканчивать по саратовскому времени почти там в половине 12 ночи. А может быть народ пошел с Че Гевара, а не Кастро? Народ скоррешился с Кастро, вы знаете? Че Гевара, простите, скоррешился с Кастро. В Кубе произошло то же самое, что произойдет в России. Народ пошел с тем, кто повел. Народ не хотел терпеть того диктатора, который был на тот момент. И они могли пойти с Че Геварой, они могли пойти с Кастро, они могли пойти с Мальцевым, они могли пойти с Чёртом Лысым, лишь бы куда-то дальше, лишь бы от того, что было. Что получилось в итоге, это другой разговор. И, кстати, я не могу сказать, что получилось что-то там выдающееся, плохое, да? Вот так. Читал ли я архитолог ГУЛАГ, да? Читал, конечно. А как они? Сделайте в 20.00 по московскому. Ну, 21 час это уже классика. Нет, давайте не будем никак менять время. Ну, и куда пришел народ? Это вопрос к коммунистической системе. Это вопрос не к Кастро, и это вопрос не к народу. Мы не ведем народ туда, куда вел Кастро. Мы не ведем народ к вождизму. Мы не ведем народ к тому, чтобы сменить одного Путина на другого Путина по фамилии Мальцев. Да, поэтому, если вы хотите тут подколоть, что мы придем к тому же самому, мы априори не придем к тому же самому. Хотя, знаете, парадокс заключается в том, что если бы вы пришли к тому же самому, это все равно было бы лучше, чем сейчас. Чем вот эта Путина, которую мы сейчас видим, понимаете? С Горьким помирились, а я с Горьким наругался, чтобы не сильно мириться. Планируем мы провести митинг в Пензе. Не было такого разговора. Скоро в РФ Ютуба не будет. Бросьте. Куда же он денется? Сколько у вас зарплаты? Вы знаете, я не в отношении вас, Елены, которая написала это сообщение. Некоторые люди тут меня пытаются в чем-то уличить, что я какую-то выгоду тут нахожу. Я вам могу сказать, что моя зарплата существенно ниже, чем средняя в Брянской области, о которой мы сегодня говорили. Вот так я вам скажу. Существенно ниже. Поэтому мне, как бы, совершенно нет никаких финансовых привилегий от того, чем я занимаюсь. Десять лет, как закрыта страница. Не понял, как у страницы идет речь. Девочек без чата смотреть не будут. Если девочек смотрят для того, чтобы своим остроумием блеснуть, да, в кавычках остроумием, ну, тогда может быть и хорошо, что не будут. Будут смотреть те, кто хочет смотреть программу, а не обмениваться каким-то очень тонким, опять-таки, в кавычках, юмором. Окей. Забанил человек не потому, что он там как-то другую позицию высказывал. То, что матом ругался и обзывался. Не надо ругаться матом и обзывать людей. Бедный Сергей, да вы шутите, я вот чё-чё, а я никогда деньгами не обладал, поэтому мне хватает. Узнают ли меня на улице? Не знаю, к сожалению или к счастью, время от времени, да, бывает. На встречах, конечно, узнают. В метро ехал в октябре в Москве. Узнал очень красивая девушка, она почему-то не подошла. Очень красивая девушка. Просто ангельская красота. А я не успел её догнать, представляете, так бывает. А может быть и к лучшему, может быть и правильно, что не успел. Так. Да, в это воскресенье в Рязани будем проводить прогулки, арт-подготовки. Не ждём, а готовимся в Рязани. Большой привет. Напишите нам, напишите мне на электронку, во сколько, где вы встречаетесь. Мы объявим в плохих новостях. И, в общем-то... Кстати, Рязань недалеко. О, а почему бы нам не съездить в Рязань? У меня возникает такой вопрос. Интересный вопрос, как вы считаете? Давайте я его задам Вячеславовичу Лаучу. Это очень интересный вопрос. Давайте его обсудим. Мне уже не хватает сил высказываться по закону 182 по депортации. Смотрите предыдущие эфиры. Я очень, мне кажется, ярко высказался. У меня уже просто заканчивается терпение. Так, спасибо за то, что вы нас смотрите. Спасибо, в общем-то, за то, что помогаете нам так или иначе. Вот Вячеславович Лауч пришёл уже готовиться к своей программе. Через 35 минут плохие новости на том же месте в то же время. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»